всем привет сегодня у нас понедельник вот у нас на улице почти 38 градусов пол первого дня мы с полиной решили съездить в бассейн чтобы дома не сидеть потому что при такой температуре на улицу особо не выберешься полина уже собралась скажи всем привет вот поедем посмотрим выходные сидели дома меня сегодня выходной но вчера мы тоже особо никуда не выбирались такая же температура была на нас уже третью неделю такая температура и при таки при такой жаре не особо хочется куда-то вообще выходить вот и бассейн вчера не ездили потому что скорее всего там была куча народу сейчас поедем посмотрим как обстоит с этим дело в понедельник много ли народу работает не так ли его много в бассейне ну вот мы и в бассейне ну что я хочу сказать даже в понедельник куча народу в основном конечно дети самом бассейне сидят взрослые вот на лежаках загорают там под грибками если их плавают то есть ходят взрослые по бассейне то с маленькими детьми в общем я залезла окунулась сейчас вылезла потому что куча брызгается куча детей спокойно не поплаваешь в общем даже в будний день кошмар что творится хорошо что я успела окунуться мы приехали почти сразу после открытия было по меньшему ряду сейчас туда вообще как-то нет желания лезть в этот бассейн дети прыгают брызгаются кошмар вообще здесь меня нормально слышно потому что здесь музыка играет вот у меня тут через микрофон ну и дети кричат конечно здесь вот слышно ну товарищ шлёт отдохнуть прям посреди дороги уснул шторма там загорает Алина сейчас пришла вот в этот вот вон она стоит и слезно как-то с горкой же подросъехала алина сейчас Я все-таки очень рада, что у нас здесь сухой климат, в смысле сухой воздух. Даже при такой 38-градусной жаре, при оконном из бассейна, мне довольно комфортно сидеть. Ну, в тенечке сижу, конечно, но это 38 в тене. Это довольно комфортно, не в песоку, то есть приятно так сидеть, отдыхать. Конечно, если нет лучше, или в какое-то продолжительное время обетесь на такой температуре, при такой температуре, то становится жарко. Но все равно, сравнивая с Флоридой, там не было таких температур, кстати. Там, если смотреть не просто по температуре, обычно ниже. Но из-за того, что душно, большая влажность, переносится тяжелее. Ну, по крайней мере, мне для меня это было тяжелее. То есть кто-то, может быть, любит более влажный воздух. Но у меня такое впечатление было, что все время как в бане находишься. Сухой климат мне нравится немного больше. Поэтому мы хотим когда-нибудь переехать в Колорадо. Чем там климат от нашего отличается? У нас здесь минус больше зимы, здесь сильное ветра. Очень сильное. Могут быть до 70 миль в час. Если ветер 30 миль в час, я не знаю, как это переводить метр в секунду. В общем, 30 миль в час – это как бы обычный ветер. Каждый день бывает. А 50 миль в час – это так. Ну, пару раз в неделю. Но бывает, что и до 70 миль в час. То есть а зимой при морозе, хотя и до сухой воздух, но все равно это холодно. Особенно не самый приятный. Чем мне нравится больше в Колорадо, там таких сильных ветров не бывает. Во-первых, во-вторых, в Колорадо намного лыжнее. То есть климат немного мягче все-таки. Зимой снег выпадает, но как бы в течение дня может даже растаять. А если нужно больше снега, всегда можно поехать в горы. Опять же, горнолыжные там курорты. Ну, далее даже не курорты, а просто поехать покататься на лыжах, на санках еще ночью. У нас здесь тоже есть, конечно. Но учитывая, что погода, зима обычно ветрен, у нас особого удовольствия пытаться. Не получается получить удовольствие. Нужно еще как бы гадать с погодой. Но это что касается зимы. Мир, лета жаркая. Секло и жаркость. Это нормально. Вот каждый час здесь свистят. То есть вот сейчас, в 2 часа дня, свистят. И все вылазят в бассейн на 15 минут. Вот, наверное, за ним для того, чтобы дети не переохлаждались, чтобы вылазили и погрелись. А все вылазят. Да, Полина вылезла. Они ждут. Загорает 15 минут. Потом следующий свисток. Мы можем что-то купить, да. Мы сейчас сходим. Да, потом следующий свисток. Через 15 минут. Все опять будут накрываться сходом. Ну и очищается бассейн на 15 минут. Это примерно тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...